Это Шара. Новая коллекция. Интернет-магазин sh-shop.su. Спо-хаус. Лучше для вас. Так, ну что, мы разобрались с митингом. Да, подождите пока с митингами. Я просто про то. Тут задают вопросы, уже в Сантакте пишут, узнал ли я, что за девушка мне прислала сегодня шары с алкогольными напитками и с подарком. Я немножко отвлеку вас от серьезной темы, потому что ребята стараются, в коридоре лопают шары, а в каждом шарике, значит, подсказка какая-то девушка. Я вот скажу, что фактов-то не так много. Есть один только факт, из всех вот этих прекрасных прилагательных, как она себя называет, есть один только факт. Это девчонка с голубыми глазами, потому что она написала здесь голубоглазая. Ребята у меня там стараются, как-то помогают мне в этой интриге. Ну и потом, когда, в принципе, все станет ясно, я надеюсь, это станет ясно, потому что мне самому очень сильно интересно, мы в прямом эфире расскажем, что же за девушка мне подарила столь приятный, неожиданный подарок. Ну как подарок тебе она подарила? Ну всем нам. Бью-то я его. Хорошая девушка. Так, ну, Алексей Борисович, давайте возвращаться на серьезку. Несмотря на то, что у меня день рождения, это не меняет очень серьезного положения в нашей стране. Да, согласен, по митингу мы разобрались, да, то есть сейчас, значит, вышел скоропостижный закон, именно скоропостижный. Но я еще говорю, что грубейшее наше трудовое законодательство. Работали депутатом ночью, работали отминчатом. Нет, это понятно, это все понятно. Нет, кстати, ведь особенно с чем, у нас, к сожалению, тоже специфика такова, что нельзя, например, в Конституционном суде отменить закон или законопроект или подзаконный акт, который принят с нарушением регламента принятия, да. То есть это нонсенс, только можно отменить, если он не соответствует Конституции и так далее. А вот если только нужно регламент его принятия, нормативный акт нельзя отменить, это нонсенс, конечно. Все понятно, я тут просто плавно хотел уехать с этой темой, мы уже с митингами определились. Причем, вот знаете, если даже не съезжать с этой темой, я скажу, есть у меня хорошие друзья, ребята, вообще, я не знаю, кому как. В общем, а у меня есть действительно товарищ, которые меня однажды очень сильно выручили. Это ребята из Дельфина, вы же знаете, есть такая группировка хорошая, Дельфины, они все время... Группировка или группа музыкальная? Группировка, это я их так называю, друзья мои, группировка, не знаю, как их можно назвать, люди, которые стремятся из наркоманов сделать нормальных людей. А, ну да, я слышал, это центр, где были скандалы связанные. Слушайте, их постоянно за что-то кусают, причем они-то как бы действительно нормальные. Я там был, я все там видел собственными глазами, все, а у них бывают часто митинги, потому что на них постоянно кто-то наезжает. Скажите, вот если они будут устраивать эти митинги, то есть и на них это тоже, да, все распространяется? Все распространяется, так как они не санкционированы и так далее, это все будет предусмотрена. Материальная ответственность, да, это, к сожалению, все. А как им избежать? Вот их постоянно, ведь постоянно, кто-то там что-то хочет. Я бы, ну да, смотри, какова будет правоприметительная практика, потому что там законодатель, я насколько понял, от до, там не говорит нижнюю планку, говорит, до 50 тысяч. То есть в данной ситуации, я думаю, что по максимуму будут применять редко в столице, а у нас будут, наверное, так сказать, как и была практика, там тысячу рублей. Ну там еще и прав работы, кстати, будет до 40 часов. Ну может быть до 12, там 6 часов из прав работ и так далее. Ну то есть ничего глобального, так-то по большому счету не имеет. Надо смотреть, как будет правоприметительная практика, как суды, наши районные суды, мировые суды, как будут они, так сказать, выносить санкции по тем или иным, по этим составам административных правонарушений, посмотрим. Но в данной ситуации основали есть что-то. А наше шоу «Галибар», вот это наше общение, это не часть митинга? Нет, ну это же вы же проводите в определенном помещении, нет. То есть это не какая-то народная движение? Ну вот, слава богу, все, значит, дельфину поможем, здесь у нас ничего не поможет, никто у нас не тормознет. Давайте переедем на «Белые ночи». Вы хотели что-то души щипать, наверное, рассказать. Нет, я был вот на всех этих мероприятиях, которые проводят «Белые ночи», но вы знаете, я думаю, что в этот раз, конечно, фестиваль получился. Получился как нельзя шикарно и такой мощный европейский фестиваль, европейского уровня, но мы шутим, что говорим, так сказать, что это, видимо, демпельский аккорд, так сказать, вот этой группы людей, которые организуют эти мероприятия, но фестиваль очень хороший и, насколько ясно, людям нравится, потому что, ну… То есть Гильман в почете у нас. Ну, я хочу сказать, что давайте откровенно, Марат Александрович Гильман – это человек, профессионально подготовленный в этом плане, и я думаю, что, так сказать, он в данной ситуации организовал, ну, один из самых лучших в провинции, я думаю, фестиваль – это совершенно объективно, да, это так. Это так. Так что, вот такая ситуация. А вы были на самом фестивале? Да, конечно. Просто одна девушка, она очень часто их посещает, все меня пытается затянуть. Ну, как пытается, она меня уже убедила, что действительно туда стоит сходить, там много креативного, да, сейчас неделя в Мексике идет, насколько… Да, ну, кстати, называют цифры, вот там, 180 миллионов и так далее. Я посмотрел по другим фестивалям, которые проходят в других городах, вы знаете, цены, в общем-то, так сказать, наши даже ниже, чем те, которые проходят, допустим, там, по Петербургам и так далее. Ну, сейчас давайте не будем экономику какую-то тут касаться, мы конкретно, креатива, что для людей сделано. Вы были на самом фестивале? Да, я был на фестивале. Да, а в чем смотрели? Ну, выступления гитаристов смотрел, танцы этих индейцев. Индейцев? Да, были. А я тут в Макдональд заходил мороженого купить коктейль. Да, хотелось, вкусняшек каких-то. В общем, захожу, и стоят передо мной эти… Индейцы? Кто-то стоит. Ченкачкук. Ну, они там… Англова, сходи. Из времени опасти колючку. Они даже так смеялись, как будто они с водой во рту были. Ну, вы знаете, не хлебом же единым жив человек. Конечно, нужны какие-то… Что-то, что, как фразы еще? Не хлебом единым жив человек. Да, это, кстати, из Нового Завета, по-моему, так сказать. Кто-то из апостолов. О, вот, испалились вы, да? Нет, в данной ситуации я хочу сказать, что я читал и ветхие, и новые, и прекрасно знаю, и разбираюсь, и, так сказать, достаточно, и Коран, так сказать, это одна из самых почитаемых и мудрых книг. Коран, да, это понятно. Да, это да. В данной ситуации я хочу сказать, что нет, в этом ничего… Любой образованный человек должен это знать и читать. Это мировое наследие и в данной ситуации, так сказать. Так, давайте возвращаемся к фестивалю. Пожалуйста, религию не будем трогать. Так, я, знаете, что предлагаю? Прерваться на небольшую паузу и потом, после комической информации, принять звонки от наших радиослушателей, чтобы они сказали, нравится им фестиваль «Белая ночь» или нет. Ты молодец, чувак, просто вообще, ты правильный. Я хотел только что то же самое сказать. Давайте мы сделаем так, обсудим это все с радиослушателями, с теми людьми, кто уже присутствовал во фестивале, а знаю, что таких людей было огромное количество. Поэтому, друзья, вспоминайте и звоните, рассказывайте.